Давай песочек сложим. Его смех слышно даже за пределами детской. Маленький Саша всё делает с широкой улыбкой. Слепить кулич выходит не сразу, но малыш очень старается. С большим трудом ему даётся то, что требует участия обеих рук. Кисть на левой слишком маленькая и нет пальчиков. Чтобы за ручку взять, я ему руку подаю. Могу ему правую дать с левой стороны, когда иду, но он мне всё равно подаст свою правую ручку. Левую он мне в руку не даёт. Саше Анухину всего год и 10 месяцев, но он уже всё понимает. Малыш говорит, мама прячет ручку, когда рядом другие дети. Очень стесняется. О том, что у мальчика врождённая патология, Диана узнала после родов. На УЗИ ребёнок выглядел нормально, беременность протекала легко. А потом печальный диагноз и сильное потрясение. Сообщала когда-то родственникам. Когда своей маме рассказала. Она сидела как раз в автобусе, ехала, видимо, с работы, я ей написала. Она тоже писала, я говорила, я сидела, плакала, когда узнала. В больницах в Уфе, откуда приехали Саша Анухин и его мама, врачи оказались бессильны. За помощью обратились в Петербург. Привет, Сашка, садись. Давай. Разворачивай, иди ко мне, малыша. Помочь маленькому Саше готовы в центре имени Альбрехта. Ребёнку нужны несколько сложных операций, чтобы отделить пальчики один за другим. Диана оформила квоту нуждать в своей очереди ещё целый год. Этого времени у малыша просто нет. Если операцию не сделать сейчас, у Саши могут развиться нарушения психики и речи. Ведь это тот самый возраст, когда он познаёт мир на ощупь. Скелет пальца там страдает. Некоторых фаланг, центральных лучей с пальца у него нет. А у него, считайте, почти два года, а у него все пальцы вместе, ни один не восстановлен. Вот у него такая задержка произошла. Это не очень хорошо. Именно поэтому крайне важно, как только он к нам попал, постараться максимально быстро его прооперировать. Врачи готовы провести сложные операции. Осталось собрать деньги. Стоимость лечения без малого – 330 тысяч рублей. Для Сашиной мамы огромная сумма. Но надежда не угасает. Мое важное, конечно, я бы хотела, чтобы он смог заниматься тем, чем он захочет. Если у него будут какие-то интересы, чтобы какие-то сложности, например, если вдруг останутся, чтобы это ему не мешало заниматься любимым делом. Чтобы он смог нормально работать, когда к этому придёт, конечно, время. Дома в Уфе Саша Анохина ждёт его бабушка. Единственное, кто сейчас хоть как-то помогает внуку и дочери. Но так копить на операцию придётся очень долго. А счёт уже идёт на дни. Ксения Сотникова, Дмитрий Долгов и Олег Скоков. Вести. Петербург. Чтобы помочь Саше, достаточно отправить СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения – 75 рублей. Все собранные деньги пойдут на оплату сложных операций и лекарства для малышей. На сайте нашей телекомпании, на сайте Росфонда, вся адреса сейчас на экране, можно увидеть, сколько средств уже удалось собрать и кому из детей они спасли жизнь. Продолжение следует...